МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Телесити. И с вами Юлия Башкирцева. И Владимир Щагин. Сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оператор вскидывает камеру на плечо. Камеры тогда были здоровые, мы включаемся. Она так вскинулась, открыла глаза, посмотрела в камеру. И мы так задом, задом, задом оттуда ушли. Шмяк-шмяк. Что это такое? Это же плохая идея. Да, я именно так и мысляю. Лучший способ для того, чтобы увидеть мир, это журналистика. Я люблю разговаривать с умными людьми. Но сейчас приятно разговаривать с вами. В конце учебного года у нас прошел крутой мастер-класс. А провел его целый директор настоящего телевидения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мастер-класс директора телевидения пропустить никак нельзя. Это сейчас Сергей Бондаренко директор. Он от телевидения начинал с АЗОВ и прошел путь от репортера до директора телеканала. Поэтому о телевидении знает все, все, все. А путевку в журналистику ему дала учительница черчения. Зачем мне черчение? Я не умею, я никогда этому не научусь. Говорит, ну вот кем ты хочешь быть? На тот момент я никем не хотел быть еще, я об этом особо и не думал. Ну, понятно было уже, что мне нравится писать слова. Я так ляпнул из головы, что я хочу быть журналистом. Он сказал, ну вот видишь, представь себе, что ты стал журналистом. Ты приходишь на завод, где сделали какое-то новое изобретение. И тебе показывают чертежи, и ты в них понимаешь. Ты представляешь, насколько это важно, в том числе и для твоей профессии. Мы не расскажем вам обо всех секретах профессионального мастерства, которыми с нами поделился Сергей Бондаренко. Все-таки это наша телевизионная кухня. Но и главная составляющая успеха не умолчим. Это командная игра. Даже если у вас один свой собственный блог, вы все равно общаетесь с людьми, которые вам приносят информацию. Мы, конечно, начинающие репортеры. Но перед директором телевидения не стушевались и за вопросами в карман не полезли. Сергей Александрович, волнуетесь ли вы перед съемками? И если да, как вы с этим справляетесь? Да, волнуюсь. Многие говорят, что это правильно, что так и надо. На самом деле это у всех все индивидуально. Как справляюсь, наверное, в деталях сказать не могу. Но есть удивительная штука. В прямом эфире работать всегда проще, чем в записи. Вот это вот все отмечают. По всей видимости, ты просто доходишь до какого-то момента, когда ты понимаешь, что отступать некуда. И тогда волнение ты просто уже начинаешь на бум. Знаете, это как когда с парашютом прыгаешь, если когда-нибудь будете прыгать с парашютом. Вот в тот момент, когда тебе очень не хочется выходить из самолета, а надо. Последнее, что ты думаешь, а пропади, оно все пропадет. И шагаешь. И вот с прямым эфиром то же самое. И какие-то включаются в организме потайные механизмы, из-за которых ты не ошибаешься и совершенно спокойно отрабатываешь прямой эфир. А то же самое пытаешься записать на пленку, вроде более спокойная обстановка. И будет 10 дублей. Какой самый запоминающийся сюжет вы сняли как журналист? Давайте я вам лучше скажу, какой самый запоминающийся сюжет был для моей жены. Мы приехали в маленькую карельскую деревушку снимать для «Россия-1», я тогда работал там, сюжет о том, как в деревню уже в начале 21 века впервые провели электричество. Надо понимать, что телевидение очень часто опаздывает. И, конечно, пока мы туда ехали, электричество там уже включили. Мы стали думать вместе с оператором, каким же образом нам рассказать нашим зрителям, что это чудо, что для вот этой деревни, вот мы привыкли к лампочке, а для этой деревни это действительно чудо. Там электричества постоянного, нормального не было никогда. И мы придумали, как это показать. Мы немножко, конечно, слукавили. На русской печке лежала очень красивая пушистая кошка. Мы поняли, что нам нужно, чтобы эта кошка как-то отреагировала. Оператор поставил камеру, кошка спала, а я скатывал из бумаги маленькие такие шарики, и в эту кошку кидал, пытаясь попасть. В какой-то момент ей было не больно, да, просто она что-то чувствует, да. И когда я на нее попал, она так вскинулась, открыла глаза, посмотрела в камеру. И мы этот кадр смонтировали с зажигающейся лампочкой. Я приехал домой, мне жена говорит, как кошка-то удивилась. Мы, конечно, немножечко слукавили, да, но мы через эту кошку показали вот это вот чудо, которое пришло в деревню. Изначально на телевидение вы пришли как обычный журналист. Нет, после того, как вы получили титул директора, не стала ли ваша журналистская карьера более скучнее? То есть не перестали ли вы меньше выезжать на какие-то репортажи? Стало. Я не люблю быть директором, я больше люблю быть журналистом. Сергей Александрович, были ли у вас какие-нибудь курьезные случаи на съемках? Если да, то какие? Был, был, вот это вот все в те же времена, 90-х годов, когда не было интернета, не было мобильных телефонов, и мы информацию искали, в общем, практически сами. И вот как-то в городе Санкт-Петербурге мы стоим припарковавшись у одной из гостиниц, и вдруг мы видим, подъезжая, как в кино, к черному ходу подъезжает машина, из нее выскакивают ОМОНовцы в полном обмундировании с оружием и бегут туда. Я думал, это удача. Я говорю оператору, бежим за ними. На ходу мы включаем камеру, мы бежим по каким-то узким коридорам, и думаю, ну вот, наверное, это сейчас будет операция по захвату какого-то очень крутого бандита. Оператор вскидывает камеру на плечо, камеры тогда были здоровые, мы включаемся. Я там на ходу подключаю микрофон, мы выруливаем из-за угла и видим такой зал, столовую. Эти ОМОНовцы стоят в очереди с подносами, они приехали пообедать. И смотрят на нас, потому что мы к ним влетели с камерой, значит, с готовностью брать у них интервью. И мы так задом, 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 извиняясь, оттуда ушли. В финале каждая из нашей телекоманды получила сертификат и приглашение на работу. Улыбаемся и Маша. Приходите на работу. Кадры нам нужны. Это правда. Великий Новгород очень популярен у федеральных телевизионщиков. На днях программу «Живая жизнь. Дорогу» в нашем городе снимала Наташа Барби. Наташа, скажите, вы с самого детства ощущали себя творческой личностью? Нет, я в детстве была очень замкнутая. Не умела смотреть в глаза. В школе стеснялась. И учила себя сама годами смотреть в зеркало, разговаривать с людьми, даже читать какие-то там небольшие лекции по истории искусства. Я учила себя общаться, потому что хотела быть журналистом. Почему вы решили связать свою жизнь именно с журналистикой? У меня было советское детство. Когда я была в школе, еще не было никакой перестройки, и страна была другая. А я всегда хотела путешествовать и видеть мир. И я просто логически подумала и поняла, что лучший способ для того, чтобы увидеть мир, это журналистика. Были ли у вас волнения во время первых съемок, в начале карьеры? И есть ли какие-нибудь способы, как с ними справиться? Я даже сейчас волнуюсь, когда с тобой разговариваю, потому что любой разговор, тем более публичный разговор, это всегда ответственность. И люди, которые говорят, что они совсем не волнуются, я им немного не верю. Я в детстве этого делать не умела, но я вот говорила только что, отвечая Еремею, что я сама себя учила. Я смотрю прямо в глаза. И так успокаиваюсь. Вот сейчас я смотрю тебе прямо в глаза. И уже ничего не боюсь. Вы ведете полюбившуюся многим зрителям передачу «Идеальный ремонт». В первой части дизайнеры представляют вам свои идеи. На ваш взгляд, были ли нелепые их варианты, что вам даже хотелось сказать, что это такое? Это же плохая идея. Наша задача сделать не столько супермодный ремонт, сколько сделать такой ремонт-интерьер, который будет по сердцу, по душе нашим героям. Поэтому, мало ли, мне могут не нравиться какие-то вещи. Но если я понимаю, что это будет хорошо для героя, я просто сочту, что это правильно. Как вы считаете, хороший вкус можно привить или с ним нужно родиться? Иногда люди с ним рождаются. Есть такие удивительные случаи. Но вообще он развивается. Для того, чтобы иметь хороший вкус, нужно просто много читать и много смотреть. Для того, чтобы вообще развить себя, и интеллект, и знания, и вообще все способности, нужно много читать. И много смотреть. И отчасти это происходит естественным путем. Иногда на жизненной дороге встречаются люди, которые просто показывают тебе, как лучше. В моей жизни такие люди тоже были. И я им очень благодарна. Но вообще все развивается. Мне кажется, бесталантных людей нет. Выработалось ли у вас такое, что когда вы заходите в магазин как обычный покупатель, вы видите какие-то занавески и думаете, о, а вот они бы подошли к таким-то обоям. Или, например, о, а вот этот стульчик отлично бы смотрелся на фоне окна. Всегда, в любую минуту, куда бы я ни зашла, я всегда мыслю сразу картинкой. Я даже, когда делаю ремонт себе, что бывает крайне редко, потому что на самом деле я очень занята, я не рисую, не делаю сама себе эскизов. Я мысленно все это вижу. Или куда бы я ни пришла, вот совсем недавно, буквально три дня назад, мы были в поселке Крестце и смотрели крестецкую строчку, промысел, который у вас возродили недавно, совершенно замечательно. И я вижу полотна с этой чудесной строчкой, вышивка, думаю, боже, это сейчас идеально будет смотреться, вот действительно, как вы сказали, окно, а здесь, например, я могла бы поставить просто цинковое ведро с такой охапкой сирени, и это сочетание серого с бледно-сиреневым и чуть припыленным фиолетовым, это божественно красиво. Да, я именно так и мыслю. Есть ли у вас дома такие вещи, которые делают вас счастливее, то есть в них хранятся какие-то особые воспоминания, и они греют вам душу? Я уже за годы жизни, все-таки я совсем не молодая, накопила много вещей, которые дороги моему сердцу. Начиная от какой-нибудь бабушкиной чашки для чая, которая, может быть, даже с трещиной, со сколами, но она дорога мне, потому что в ней есть какая-то история семьи. И кончая предметами, которые я находила где-то на блошиных рынках, антикварных развалов, картинами, графикой, конечно, есть. И поэтому представить себе, что я живу в совершенно пустом, чистом, очень стильном и даже очень модном пространстве, где нет моих личных вещей, вот это представить невозможно. Я не смогу. А как вы проводите свое свободное время? Есть ли у вас какое-нибудь хобби? Всегда читаю, в любую минуту. Если есть свободное время, я читаю. Это, наверное, не просто хобби, это как бы моя страсть. Я так живу, читаю. Но помимо этого, я люблю путешествовать, я очень люблю готовить. Я люблю, когда я свободно, сделать что-то вкусное, позвать друзей, посидеть с ними за столом и разговаривать. Я люблю разговаривать с умными людьми. Мне сейчас приятно разговаривать с вами. Вы сказали, что вы любите читать книги. А каким жанром у вас, так сказать, пристрастие? То есть, может быть, это классика или какие-то новые фэнтези? Ну, если вы упомянули фэнтези, то я люблю Гарри Поттера. И прекрасно его знаю. Также я люблю Хроники Нарнии. Я очень люблю Толкина, естественно. То есть, я не чужда этому жанру. И кино тоже люблю такое смотреть. И мультфильмы я очень люблю. Но вообще, самое мое любимое чтение – это просто прекрасная русская проза, которая даже есть сегодня. Есть замечательные, фантастически прекрасные, современные прозаики. Например, Евгений Водолазкин или Владимир Шаров, ну, то есть, или Улицкая, Людмила. Я люблю их читать очень. А вообще, я читаю всю мировую литературу. Я могу читать исландские саги. И еще люблю очень читать историческую литературу. Вот в данный момент я читаю, перечитываю Льва Николаевича Гумилева «Древняя Русь. Великая степь». Перечитываю, потому что уже в студенчестве читала. Вы сказали, что вы любите готовить. А есть ли у вас какая-нибудь любимая кухня? Нет, у меня есть любимое блюдо. А кухня мне нравятся почти все, исключением того, что я не очень люблю индийскую кухню из-за специи. А китайскую не умею готовить. Русская для меня немножко тяжеловата. Хотя, когда я ужасно устраиваю, просто готовлю себе вот такую кастрюлю борща на три дня. И просто счастлива. Мне, наверное, нравится итальянская из-за того, что там легкие, правильное сочетание продуктов. И она такая естественная, немножко крестьянская. Ну, такая какая-то, как сказать, естественная, простая. Я прекрасно делаю котлеты. Ну, котлеты делают все, так что-то не очень интересно. Пожалуй, я люблю делать мясо. Я ем мясо. Наверное, мне не хватает иногда энергии, я хочу белка. Я просто беру стейк, так вот шмяк-шмяк обжариваю быстро и сразу горячее кидаю в чугунную, в какой-нибудь такой чугунок, типа кастрюльки. А тот сок, который от мяса получается на сковородке, пока ты его быстро жаришь, мелко рублю лук и инжир сухой, ну, сухофрукты. И даю еще пять минут слегка потушиться. Потом все это сваливаю на мясо, которое в чугунке, еще пять минут это просто стоит в тепле и дышит, и так раз, и подаю на стол. Очень вкусно, честно. С вами были Юлия, Владимир и Челесити. Увидимся через неделю. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова